Привет! Сегодня я вам покажу, как менять ремешок на часах. Попробуем снять ремешки с часов Luminox и Orient, взял я парочку часов. На одних покажу вам такой, наверное, простой какой-нибудь способ, народный, грубо говоря. На других постараюсь что-нибудь сделать более такое правильное. Из тех таких операций, которые производятся над часами, именно снятие ремешка, это, наверное, самый такой, где ничего особо не придумаешь интересного. Все равно снимается, по большому счету, обычной отверткой, поддевая, собственно, всю систему и снимая. Итак, смотрим. Значит, одни часы пока убираем в сторону, вот так вот, чтобы было немножко видно. Значит, такие вот, видите, штуки. Вот это вот, немножко, правда, я тут погнул. Такая вот вещь, видите, как ее правильно называют, я забыл, там, ласточка, не ласточка. В общем, эта штука специально там, как бы, сделана для того, чтобы поддевать ими крепление ремешка. Вот этот вот самый шпенек. А это вот перед вами обычная маленькая отвертка. То есть, можете взять любую отвертку из какого-то набора, там, или просто у вас есть. Ну, конечно, нужна маленькая, тоненькая. И есть, можете снять ремешок. Итак, давайте смотреть, как это будет выглядеть. По большому счету, операция очень простая. Берется вот эта вот отверточка, пальцем упираетесь в часы, отвертку упираетесь в этот шпенек посильнее, и вытаскиваете ремешок. В общем, все просто. Второе то же самое. Упираетесь с пальцем, берете отверточку, давите посильнее и снимаете. Значит, обратно ставится он уже тут как угодно, в принципе, можно не извращаться. Одну вставляете, вторую просто вот пальцем давите, например. Раз, поставили. Все просто. Это то же самое. Берете, одну втыкаете. Вот и поставили. Вот, пожалуйста, ремешок сняли. Дальше берете, например, тот ремень, который вы хотите поставить. Ну, естественно, я ставлю натовский, поэтому я сначала поставил эти шпеньки. Если же вы, например, другой металлический или резиновый используете, да, то, естественно, сначала надо будет ремешок установить, а потом уже его одевать. Вот здесь, значит, продеваем таким образом. Значит, у меня натовский ремешок, люминокс, он, прям, видите, я его заказывал в родное. Вот здесь вот ихний логотип. Давно я его еще заказывал. Сейчас решил поставить на свои часы. Ну, вот, все, новый ремешок стоит. Все достаточно просто. Дальше давайте... Ну, вот, как выглядит ремень, если кому интересно, снятый. Ничего особого. Ну, дальше давайте попробуем как-нибудь более культурно, что и снять ремешок. Значит, что для этого можно использовать? Ну, вот, есть у меня такая вот... Это, так скажем, фиксатор для часов, чтобы их надежно зафиксировать. Чем еще это можно усилить? Да, ну, собственно, вот так вот эти часы ставятся. Видите, тут специальная выемка затягивается. Чем это можно еще усилить? Взять тряпочку. Для чего? Чтобы их, естественно, нигде не пошкарят. Берем тряпочку и затягиваем. Вот, видите, теперь часы надежно держатся. С металлическим ремешком менее удобно его снимать, потому что он как бы мешает, да, если резиновый там или кожаный его полностью раскрывается, то здесь немножко менее удобно. Ну, и возьмем отвертку более, то есть, приспособленную для этого. И попробуем снять часы. Здесь, видите, особо упирать ничего не нужно, просто аккуратно держим. Так, видите, вот в эту выемку, которая здесь имеется на ориентах, такой вот, такая отвертка как-то лезет не особо хорошо, поэтому будем опять использовать вот эту. А что еще здесь можно чем-то усилить? Можно обклеить пленкой корпус часов, чтобы его не поцарапать. Существует такая тема, но я уж так не буду заморачиваться. Также надавливаем отверткой и снимаем ремешок. Здесь он как-то, видите, вроде сняли, а он сразу держится. Здесь то же самое. Так, ну вот, сняли мы ремешок более, так скажем, красиво. А здесь, видите, как это сделано немножко по-другому. Вот что за часы получились. Ну, что-нибудь еще вы посмотрели, наверное. Давайте тоже натиски вот этот ремешок от люминокса попробую сюда просунуть. Просто сейчас я размер его посмотрю, потому что ремешки эти, они разные, разного размера. Вот это 22 миллиметра, по-моему. Ну, вроде подходит. Давайте, ладно, попробуем. Также, ну, поставить можно так же как-то аккуратненько там отверточкой поддеть, а как-то вот в этот же, закрепить, например, в этот же вот стенд, который мы использовали, фиксатор. Но я этого делать уже не буду, не охота. Вот, закрепили. Ну, и попробуем. Здесь даже еще легче ремешок засовывается. Прямо они кого-то сделаны для натовского ремешка. О, вот смотрите, какие красавцы сразу. Значит, видео по примерке натовских ремешков для часов разных каких-то я буду делать отдельно, потому что эта тема интересна. Мне кажется, ну, люди, наверное, должны это отдельно смотреть, потому что, видите, вот те же ориенты, например, с натовским ремешком. Ну, смотрите, вообще шикарно. По мне, это гораздо круче, чем с металлическим. Вот, так что, ремешки мы сняли. Как обратно одеть, понятно. Ну, даже не знаю, есть смысл показывать, как обратно одевать вот такой вот более сложный ремешок. Наверное, нет. Как значит, поставил я этот металлический ремешок на место. Достаточно неудобно его ставить из-за вот этой вот дополнительной скобы, видели, да, которая вываливается, ее приходится держать. Вот, видите, она вот таким образом держится, как продолжение корпуса, как бы она выполнена. Ну, да ладно. В общем, замену ремешка можно произвести в домашних условиях. Вот, видите, себе я поставил новый ремешок на часы. Теперь я довольный буду ходить. Вот, ну, и вы, если хотите поменять ремешок, то без проблем. Вам достаточно для этого будет любой маленькой отверточки. В принципе, для любых часов, чтобы поменять ремешок. Если хотите какое-то более, там, специализированное, ну, это нельзя назвать каким-то крутым оборудованием. Это обычный такой вот держатель, произведенный в Китае, недорогой. Кстати, вот это вот, я даже не знаю, что это тут. А, ну, это, видите, тут можно их перекрутить, если часы, наверное, поменьше получается. Так, можно вот так вот, наверное, закрутить. Вот, на середину. Если часы имеют более маленький корпус. Ну, для женских небольших часов, как раз вот такое положение, я думаю, будет более подходящим. Вот, так что, еще раз повторяю, вы сами сможете поменять ремешок. Можете вот таких вот натовских ремешков заказать себе разных, там, если у вас какие-то часы такие подходящего стиля, либо можете каких-то кожаных ремешков, например, металлический принять на кожаные. Кожаные тоже универсальные, можно купить без проблем. Ну, и так далее. Тем более, если вдруг у вас ремешок износился, то, ну, с потрепанным ремешком часы носить вообще смысла не вижу. Вот. На этом все, пожалуй, закончим. Если какие-то вопросы остались, что-то непонятно, обязательно отписывайтесь в комментариях. Вот, поставьте лайк, если вам не сложно. Подпишитесь на канал, будут новые интересные видео. Все, спасибо за просмотр. Пока!